Девушки отдыхают Хорошо быть дома в Ереване Спасибо Я люблю Армению Я люблю Армению У меня даже слов нет Сегодня я чувствую, что только слезы текут Слезы радости быть здесь Спасибо Пастор Артур и Люсине Что вы снова пригласили меня сюда Это большая честь делиться Словом Божьим здесь на этой конференции У меня большое уважение есть к этой кафедре Большое уважение к этому служению И я имею большую честь быть другом И иметь армянское имя Карл Джан Я очень счастлив И я так рад видеть то, что я вижу сегодня Я в моем духе Весь день я готовился к проповеди сегодня Извиняюсь Но, видимо, сегодня я не закончу Поэтому завтра утром вам придется прийти еще раз Я очень извиняюсь Пожалуйста, простите меня Если вы не сможете прийти Пожалуйста, посмотрите по интернету Но, когда я молился И искал Господа Для этого вечера Я услышал в своем духе Бог поднимет новых евангелистов в Армении Я сказал Бог поднимет новых евангелистов в этой стране Я сказал Бог поднимет новых евангелистов в этой нации Сегодня я говорю, и я помазанный евангелист. Я думаю, что я и есть помазанный евангелист, и я верю. Здесь есть много замечательных пасторов, но также я верю, что будет движение евангелизма. Я не говорю о евангелизации, я говорю о даре евангелизма. Без евангелистов не бывает пробуждения, но евангелист приносит прорыв. Евангелист приходит в мертвое место и приносит жизнь. Вы следуете за мной? Я слышал, что Дух Божий сказал, что новые евангелисты появятся. Сильные, смелые, имеющие страсть. Они поднимутся, они не будут иметь страха. Они не будут бояться никакого зла, и они пойдут в недостигнутые места. Они пойдут в деревни и города. И они пойдут в области с душой для Господа. Принесут души Господу. Семьи будут восстановлены. И придет духовный прорыв. И благодать от Господа придет во имя Иисуса. Я сказал, во имя Иисуса. Я благодарю Бога за евангелистов. Я благодарю Бога за все дары служения. Но есть что-то сильное в евангелистах. В книге Деяния, восьмая глава, у нас есть история о евангелисте. Его зовут Филипп. И вы знаете, что Иерусалимская церковь была гонима. И Библия говорит, в первом стихе, И по этой причине они были рассеяны и проповедовали евангелие. И Филипп, он пришел в город Самарию. Аллилуйя. Все скажите, Филипп пошел в Самарию. Самария была не достигнутым местом. Евреи не ходили в Самарию. Иисус ходил в Самарию. Вы знаете, что первый раз Он встретился с женщиной там. И я благодарю Бога за то, что Иисус пошел в Самарию. Вы знаете, Иисус хочет прийти в каждый город, в каждую страну. Аллилуйя. Иисус любит каждую страну и каждого человека. Итак, Филипп пошел в Самарию. Все скажите, Иисус пошел в Самарию. Филипп пошел в Самарию. И он пошел туда, и он начал проповедовать Христа. Он начал проповедовать Евангелие. И через месяц, Филипп пришел в город Самарийский, проповедовал Христа, и народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Чудеса принадлежат церкви. Я сказал, чудеса принадлежат церкви. Эта церковь была рождена из чудес. Церковь Слова Жизни была рождена из чудес. Армянское христианство было рождено из чудес. Григор проповедовал Христа. Аллилуйя. И чудеса очень близки к евангелизму. И в прошлом месяце я был в городе ради этого. Честно говоря, я хотел бы так провести следующие 20 лет. Чтобы поднимать евангелистов, которые имеют силу Божью, которые хотят идти и проповедовать Евангелие. Мы увидим волну евангелизации. Я верю, что Армения имеет много евангелистов. Это реалистическая нация. Евангелистическая нация. Это нация, которая идет в другие народы. Аминь. И не важно, куда я иду. Везде я встречаю армян. Я вижу, как люди иногда смотрят на меня в аэропортах. И они поднимают руки ко мне и говорят, «Карл Чан, слава Богу, по-армянски». Я слышу это везде. И мне это нравится. Бог, я говорю это сегодня из Духа Божьего, хочет использовать Армению в последние времена, чтобы проповедовать Евангелие каждой нации и каждому народу. Это общее призвание над этой церковью. Это общее призвание над армянским народом. не удерживать Евангелие для себя, но взять Христа и принести Его в каждую деревню в Армении, в каждый город в Армении, до конца земли. Кто-то может закричать «Аминь»? Давайте еще раз воскликнем «Аминь». Я готов проповедовать сегодня, потому что Бог, Он на этом месте. Скажи «Да!» Аллилуйя! И знаете что? Когда Филипп начал проповедовать Евангелие, не философию, не ложные доктрины, но Он проповедовал Христа, Христа, Сына Божьего, воскресшего Христа, радость пришла в Самарию. Скажите, пожалуйста, радость. Тут написано, что была великая радость в городе. Нечистые духи выходили, одержимые бесами люди освобождались, ноги расслаблены и хромые исцелялись. Мы верим в Евангелие в этой церкви. Я сказал, что мы верим в Евангелие. Я верю, что этим летом будет увеличение. Скажите «Увеличение». Иногда мне... Я встречаюсь с людьми, которые говорят, «Я пастор, но мое призвание — быть евангелистом». Я верю, что некоторые пастора будут евангелистами. Я так рад, что я не пастор. Извините. Не поймите меня неправильно. Я люблю пасторов. И пастора любят меня. Но если вы поставите меня пастором по местной церкви, я очень скоро умру. И церковь тоже. Я евангелист. Я очень горжусь, что я евангелист. Это мое призвание. Я не офисный сотрудник. Если вы поместите меня в офис, я буду как слон в посудной лавке. Много лет назад я был офисный сотрудник. И мне это очевидно... Я это очевидно ненавидел. Но однажды пришел мой пастор. Господь, благослови его. Он сказал, «Сегодня я увольняю тебя из офиса». И он выгнал меня. И он говорит, «Иди в народы и проповедуй Евангелие». Я так и сделал. Я сказал, «Я так и сделал». Я сказал, «Аминь». Я сказал, «Аминь». Я начал путешествовать вместе с Лестером Самбролом. И он учил мне две вещи. Он сказал, «Ты евангелист». Куда ты пойдешь, придет огонь. И я поверил. Я поверил в огонь Божий. Я сказал, «Я верю в огонь Божий». Я сказал, что я верю в огонь Божий. Я верю в огонь Божий. И мы увидим, что этот огонь придет в Европу. Мы увидим, что этот огонь придет на Ближний Восток. Огонь Божий есть в этой церкви. Я чувствую его в моем духе сегодня. Огонь Божий находится на этом месте. Многие, может быть, утеряли этот огонь, но ты можешь приобрести его снова. Я сказал, «Аминь». Я сказал, «Аминь». Вы знаете, Библия говорит, «Евангелие». Все скажите, «Евангелие». «Евангелие» есть сила Божья ко спасению. Тебе не нужно ничего делать, но ты просто проповедуешь Евангелие. Я не глупый человек, но я очень простой человек. И иногда Господь помогает мне быть простым. Аминь. Я люблю людей, и я остаюсь простым. Но я понял, что Евангелие очень простое. Знаете, что есть Евангелие? Это то, что он сказал, когда он пришел в Назарет. Он сказал, «Дух Божий на мне». Все скажите, «Дух Божий на мне». Скажите, «Дух Божий на церкви». Скажите, «Дух Божий на Баграте». Аминь. Дух Божий на нас. И Он призвал нас проповедовать Евангелие. «Благую весть». И в Луке написано, что «Дух Господень на мне». Он помазал меня благовествовать «Благую весть». Ищем. Везде, где проповедуется Евангелие, нищета будет сокрушена. Но, Карл Густав, это кризис. Это кризис. Нет. Кризис здесь. На небе нет кризиса. И если Евангелие проповедуется, Бог сокрушит нищету. Благая весть, то, что Дух Святой на мне, и Он послал благовествовать нищим. Дух Святой на мне, и Он послал меня проповедовать нищим. И освобождение, пленом освобождения, слепым прозрением, исцеление сокрушенным сердцем. Бог может сегодня исцелять сокрушенное сердце. И Библия и есть сила Божья для спасения. Я приходил к народам, туда, где очень сложно. И люди говорили мне, в этой стране ничего не может произойти. Бог благословит тебя, Карл Густав. Но это просто безнадежное место. Но я понял, что Евангелие есть сила Божья. В каждой стране и в каждое время нам не нужно создавать новое Евангелие. У нас есть Евангелие в Библии. Ты можешь сказать «Аминь» на это? Все скажите, что Евангелие есть сила Божья. Я помню, несколько лет назад, моя жена и я, нас пригласили в Германию. Господь, да благослови Германию. Господь любит Германию. Но это очень особая страна. Все скажите, Господь благослови Германию. И я пришел в город, который был центром колдовства. Там был Нью Эйдж, центр Нью Эйджа в Европе. Это очень такие особые вещи. Они говорят об энергии. И у них такие разные вещи. И они сидят часами. Господь, да благослови их сердца. Но это не Евангелие. И я приехал туда. И я не знал этого. Что если ты хочешь быть евангелистом, не приезжай в город и не делай так. Как же воздух, ветер идет здесь? Евангелист не спросил о голове или голове, что он просто идет. Евангелист просто идет. Я никогда не изучаю историю народа, прежде чем приехать туда. Потому что ты можешь испугаться и поехать домой. Аминь. Я сказал, аминь. Я просто еду. И затем я узнаю, о, Господь, здесь есть проблема. Итак, мы пришли в это здание. Там было много людей. И моя жена и я зашли в здание. Я что-то почувствовал. Как будто бы холодок такой. Я увидел пастора. Он был такой нервный. И он сидел так. Как будто бы на языках молился, как из пулемета. Его жена, у нее были длинные ногти. В начале служения. И она грызла свои ногти. Она нервничала. О, мой Бог. Что здесь происходит, я подумал. И началось прославление. Это не было самое лучшее прославление в мире. Это не было, как сегодня. Сегодня было замечательно. Большое спасибо. Давайте похлопаем прославлению. Я летал сегодня. Но на том служении я не летал. И я поднялся, чтобы проповедовать. Но прежде чем я начал проповедовать, вдруг открылась дверь. И зашли шесть англичан-офицеров из английской армии. В Германии. В своей униформе. И они маршировали вот так. И сели. И один из них смотрел вот так. Дайте мне дать вам хороший совет, если вы павтор. Не смотри на сердитых людей, когда ты проповедуешь. Но вот служение. На этом служении нелегко было найти радостного человека. Жена пастора. И пастор. И все немцы. И английские солдаты. И один сердитый человек. Был только один радостный человек. Это была моя жена. Это была моя жена. Она сидела так. Ну, типа, Карл Густав, не сдавайся. Я поднялся, чтобы проповедовать. Я посмотрел на людей. Посмотрел на мою жену. Начал говорить несколько слов. И каждое слово как будто бы выходило из моего рта и входило в мой карман. Как пастор, вы когда-то чувствовали себя так? И слова и мои колени начали слабеть. И если я... Выходящее слово было длинным, оно ударялось о стену и возвращалось. Когда-то бывало так, что вы проповедуете и чувствуете себя так на служении? Один пастор сказал мне, «Каждое служение — это так». И я попробовал снова. Я сказал, «Я буду проповедовать сегодня о Боге. Иисус здесь. Никто. И знаете, что я почувствовал? Бог, могу ли я пойти домой сейчас? Вместо этого я лучше поеду в Армению. Хотя бы все рады сегодня. И я услышал, что Бог сказал. Я сказал, «Бог, что мне проповедовать?» И я почувствовал, как будто демон закрыл мое горло. И если слова выходили, они входили в мой карман. И Бог сказал, «Проповедуй Евангелие! Открой Луки с 16 по 18. Дух Господень на мне! И Он помазал меня проповедовать Евангелие! Благу весть нищим! Исцеление сокрушенным сердцем! Свободу! Аминь! 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 Я сказал, «Аминь!» И это было, как будто бы дрель. 15 минут, через 15 минут закончилась моя проповедь. «Я закончил!» И люди сидят вот так. И этот сердитый человек, английские солдаты, я сказал, «Аминь!» И я пошел вниз спустился. И спускаясь вниз, Господь схватил меня. Тебя когда-то хватал, Господь? И Он сказал, «Ты что делаешь?» Я говорю, «Я иду домой». «Найди другого евангелиста!» Он сказал, «Ты не пригласил людей к покаянию еще!» Я сказал, «Бог, ты вообще был на служении?» «Во всяком случае, я не чувствовал…» «Ты хочешь, чтобы я пригласил людей на покаяние?» «Да». «Итак, я сказал…» «Хорошо». «А кто хочет принять Иисуса, поднимите свою руку?» «И три немца подняли свою руку?» «И все английские солдаты…» «Я сказал, «Вы уверены?» И они сказали, «Я, я, я…» «Вы действительно хотите принять Иисуса в свое сердце?» «Я спросил англичанина, «Ты хочешь прийти к Иисусу?» «И он прокричал?» «Да, сэр!» «Да, сэр!» «Он был настоящий солдат!» «И я сказал, «Вы ходите вперед!» «И вышли три немца, и этот англичанин, он вот так ходил». «Я сказал, «Окей, хорошо». «И он вышел…» «И я сказал, «Ты хочешь принять Иисуса?» «Ес, сэр!» «И я помолился за них». «И я сказал, «Повторите эти слова, Иисус!» «И он сказал, «Иисус!» «Води в мое сердце!» «Аминь!» «Это сработало!» «И немцы, они приняли Иисус!» «И я надеюсь, «Да, сэр!» «Да, сэр!» «Да, сэр!» «Я надеюсь, что это работает!» «И затем я посмотрел на этого англичанина, и в первый раз я увидел его улыбку. И я снова пошел вниз, и Господь схватил меня третий раз. И Бог сказал, «Что ты делаешь?» «Я закончил уже!» «А Господь сказал, «Эти люди не исполнились Духом Святым еще!» «И я снова поднялся!» «Я сказал, «Вы хотите принять Духа Святого?» «Этот англичанин сказал, да, «ес, сэр!» «Я хочу все из этого служения!» «О, мой Бог!» «Я не мог поверить в это!» «Хорошо!» «Поднимите руки!» «Повторяйте за мной!» «Иисус, ты в моем сердце!» «Исполни меня Духом Святым!» И Он сделал так. И вдруг я увидел, как сила Божья сошла на этого английского офицера. Он стоял так. И ашеры... Не было никаких организаторов. А пол был каменный. И я видел, как этот солдат падает назад. Но я миссионер. Я знаю, как молиться за людей и как ловить людей. И я сделал вот так. Я подумал, «Господь, не смотри на это!» И я вижу под заголовки газет. «Проповедник убил английского солдата! Он ударился головой об каменный пол. И он упал. И я посмотрел на него. И он вот так. Мой Бог! И когда он встал, он не мог стоять. Он стоял вот так. Он держался. И он был офицером английской армии. И он посмотрел на меня. Он сказал, «Карл Густав, это очень сильная вещь!» Это сильная вещь! Это Дух Святой! И он был полон радости. И он пошел вниз вот так. Но его друг, его сердитый друг, он все еще смотрел. Я сказал, «Господь, теперь я могу пойти домой?» Время показать. Показать что? Он сказал, «Мою исцеляющую силу!» И я спросил, «Здесь есть больные?» И каждый был болен. Я сказал, «О, мой Бог!» И мы пригласили людей на молитву. И мы молились где-то три часа. Чудеса начали происходить. И мы увидели силу Божью. Я сказал, «Мы увидели силу Божью!» Мы увидели силу Божью в Духе. Мы видели, что-то замечательное происходило. Помнишь, Моника? Я правильно рассказываю? Скажи «да» громко. Это правда. Я всегда говорю правду. Аминь. Но сегодня я совсем правильно рассказывал. Через четыре часа закончилось служение. И началась катастрофа. У жены пастора не было уже ногтей. Но она была такой радостной. Пастор был радостный. Люди и плакали, и смеялись. Большая радость пришла в этот немецкий город. Но этот сердитый человек так и не изменился. Он сидел и ел какие-то картофель. И вдруг я услышал, идет вот так. Это этот сердитый солдат. Он стоял вот так. И он сказал, «Карл Густав!» Я сказал, «Да». «Ты все еще работаешь?» Я сказал, «Я сейчас кушаю». «Что я могу сделать для вас?» Он сказал, «Я очень тщательно изучал это собрание». Я сказал, «Да, я заметил». И затем он сказал мне, «И слезы текли по его лицу». «Я хочу принять Иисуса». «Я хочу принять Иисуса». «Сейчас!» «Давайте прославим Иисуса». «Евангелие есть сила Божья». Я сказал, «Евангелие есть слава Божья». В каждом народе, в каждом городе, в каждом регионе Евангелие есть сила Божья. И этот солдат пошел домой. Он пошел в свой военный лагерь в городе, называемом Минден. И я слышал, что позже началось пробуждение в этом лагере. пробуждение началось в военном лагере, и многие-многие солдаты пришли к Иисусу. И я благодарю Бога за Евангелие Иисуса Христа. Я сказал, «Я благодарю Бога за Евангелие Иисуса Христа». Я благодарю Бога за Евангелие. Оно есть сила Божья. Аллилуйя! Аллилуйя! И вы знаете, что Библия говорит? Как прекрасны! Все скажите, «Как прекрасны! Ноги проповедующих Евангелие мира, приносящие благую весть». Иисайя говорит, «Господь, кто поверил слышанному от нас?» Но я говорю, «Разве они не слышали голос, идущий по всей земле, и их слова идут до конца мира, до концов мира?» я верю, я верю, что время людей с Евангелием пришло. я верю, я верю, что то, что мы видим сегодня, я стою здесь, это мои ноги, я не хвастаюсь о моих ногах, но Бог говорит, что они прекрасны, которые приносят благую весть. сегодня, когда я ехал вокруг, я начал плакать, потому что я помню 1998 год, когда я смотрел по телевидению, я увидел землетрясение в Кировакане, в спектаке, в Ленинакане, я увидел сокрушенных людей, я видел плачущих армян, и Господь сказал мне, «Карл Густав, ты не знаешь, что... ты не знаешь никого в Армении, но езжай в Армению». Я приземлился здесь в 1998 году, я пошел прямо в Ленинакан, я увидел женщину, до сих пор она у меня в моей комнате, большая такая картина, женщина, которая стоит у разрушенного дома. Иногда я устаю, я почти что не умер четыре недели назад. я был в автокатастрофе, и дьявол сказал мне, «Это конец». и я приехал домой и снова повесил эту картину, она такая большая, она в моем кабинете, и Господь сказал мне, «Это причина, почему ты выжил, чтобы проповедовать сокрушенным сердцам, благая весть, никогда не переставай говорить ее». Моя машина сломалась, и ее невозможно отремонтировать. Но знаете что? Машина сломалась, но я не поврежден. У меня есть одна причина, я знаю, к чему призвал меня Господь. Я хочу молиться за евангелистов, за людей, которые хотят взять миссию проповедовать Христа. Эта церковь на пути пионерского первооткрывательского духа, как никогда ранее. новые земли должны быть достигнуты, новое видение должно прийти. Аллилуйя, я сказал Аллилуйя, слава Богу. когда в моих ногах не будет силы пойти куда-то, я буду молиться, чтобы тысячи евангелистов пошли. Потому что Евангелие должно быть проповедовано до концов земли. До концов земли. Аллилуйя, слава Богу. и завтра я хотел бы рассказать вам что-то о Ближнем Востоке. Я верю, что Евангелие должно быть проповедовано на Ближнем Востоке и Господь будет использовать вас. Я сказал, что Господь будет использовать вас. вчера здесь был пожилой человек из бейрута его зовут шалхал помоги мне господь сегодня я сегодня утром я завтракал вместе с ним он уже старый но всю свою жизнь он мечтал о ближнем востоке я верю что время пришло время пришло для великих для великой чтобы чтобы прекрасные ноги принесли евангелие в эти страны я сказал аллилуйя слава богу мы живем в такое время я сказал мы живем такое время когда многие люди они откажутся и скажут нет я хочу комфортной жизни однажды я был в россии я устал я был таким устал я сказал богу я приехал из магадана я пришел из гостиницы там не было горячей воды и не было даже холодной воды и унитаз он двигался в разные стороны я сказал бог я могу иметь нормальную жизнь приехать домой в пять часов и попить кофе с моей женой латте капучино бариста папарика челата мороженое но я сижу здесь и бог сказал у тебя и есть нормальная жизнь борис жизнь бариста это не нормальная жизнь это бонус бонусы но жить свои отдать свою жизнь этим людям которые там и принести благую весть сокрушенным сердцам больным людям это и есть нормальная жизнь я сказал прости меня пожалуйста господь я больше никогда не буду жаловаться я хочу сегодня я спрашиваю вас мы можем ли мы взять призвание чтобы понести евангелие до концов земли скажем ли мы да господу да я хочу быть тем сосудом я хочу быть этим человеком в которого ты вложишь свою силу хочешь ли ты быть этим человеком не говори как моисей кто я кто я я просто моисей я не могу говорить я люблю бога но мы бог сказал нет проблем а он будет говорить а ты будешь чудеса являть ты можешь представить себе этих двух старых пенсионеров которые приходят к фараону 80 лет одному и 84 другому один не может говорить но может делать два трюка он бросает а посох посох становится змеей он кладет свою руку в пазуху и рука становится в проказе кладет снова в пазуху и она исцелилась и и бог сказал и бог сказал идите и арон говорит это мои сей он не может говорить и если ты не послушаешь нас он покажет тебе трюки и он бросил свой посох и посох стал змеей если бы это произошло с артуром и со мной мы бы прошлись по всей армии показывая эти трюки эти трюки но не моисей затем он сделал второй трюк какой евангелист чудеса и знамения когда я представляю эту сцену передо мной я говорю так есть надежда для нас амен я сказал амен моисей не мог говорить но он показывал трюки а он не мог показывать трюки но он мог говорить команда мечты бога того времени но через этих двух мужчин три миллиона человек вышли из египта и моисей сказал послушай фараон я хочу говорить ты не поверишь в это но я был самым стеснительным ребенком в моем классе но бог изменил мою жизнь мы должны проповедовать евангелие армения послушай меня никогда не переставай провозглашать евангелие мы являемся евангелистическим народом я сказал мы есть народ евангелие и давай прославим иисуса иисус вот мои руки вот мои ноги используй меня аллилуйя я сказал аллилуйя давайте восплечем господу и воскликнем иисус есть господь над арменией иисус есть господь над арменией мое послание очень просто но у меня есть послание для тебя господь избрал тебя чтобы пойти вперед и приносить плод чтобы он прибывал оттого паспорт вчера я говорил пастору артуру у него есть планы нереальные планы и мне нравится это мне нравится это пока я живу я решил после этой аварии я хочу проповедовать евангелие давайте встанем давайте протянем наши руки к иисусу и скажем иисус используй меня скажи господь возьми мои руки возьми мои ноги дай мне принести твое имя этому миру я готов проповедовать евангелие каждому творению спасибо отец так замечательно видеть тебя сара она была моей первой переводчицей мне нравится слышать поклонения в этой стране все имеет смысл единственное что приведет нас на небеса это души я не возьму мой костюм со мной даже мой айпэд я не возьму на небеса но души только они пойдут со мной моя машина не пойдет со мной мой дом не пойдет со мной но души я заберу с собой во имя иисуса хочу задать вам вопрос если кто то здесь ты несешь в себе призвание быть евангелистом я хочу чтобы ты поднял свою руку если внутри ты имеешь это призвание быть быть евангелистом господь да благословит тебя господь благословит тебя но прежде чем мы сделаем это прежде чем будем молиться я хочу спросить если кто то в этом зале кто еще никогда не принимал иисуса в своей жизни но хочет принять христа в свою жизнь первый раз в своей жизни я хочу отдать свою жизнь иисусу христу если ты хочешь принять это решение сегодня и ты хочешь сказать да я хочу принять христа я хочу чтобы ты поднял свою руку первый раз только кто держи свою руку вверх если ты хочешь принять христа держи руку вверх держи руку вверх сейчас во имя иисуса господь да благословит тебя господь благословит тебя просто подними свою руку это замечательно господь благословит тебя и повторяй за мной повторяйте за мной все иисус приди в мое сердце я верю тебе иисус как в моего спасителя и господа во имя иисуса аймэн 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 теперь если ты несешь в себе призвание внутри себя быть евангелистом я хочу чтобы ты вышел вперед чтобы ты выбежал вперед чтобы ты пришел сюда сейчас во имя иисуса во имя иисуса аймэн ушел аймэн аймэн айм Редактор субтитров А.Семкин